Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. От Марка святое благовествование. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время, предать его. В первый день о Пресноков, когда закололи пасхального агнца, говорят ему ученики его, «Где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим, «Не я ли?» и другой «Не я ли?». Он же сказал им в ответ, «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюда». Впрочем, сын человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым сын человеческий предается, лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им и пили из нее все. И сказал им, «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божием». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему, «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус, «Истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсиманией. И он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова, Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Авва, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете». Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. «Встаньте, пойдем!» Вот приблизился предающий меня. Сын Человеческий «Встаньте, пойдем!» Сын Человеческий «Встаньте, пойдем!»